Индекс Бигмака основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. А если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или наоборот завышен. Среди представленных в январском рейтинге валют рубль занял последнее место. Индекс Бигмака – это, конечно, очень интересный показатель, хотя и не совсем корректный с экономической точки зрения. Тем не менее, он действительно в какой-то степени характеризует уровень цен в той или иной стране и косвенно уровень оцененности, недооцененности или переоцененности национальной валюты. Бургер из популярной сети фастфуд-ресторанов был выбран в качестве единицы измерения по следующим причинам. Он распространен по всему миру, стандартизирован по составу и пользуется спросом у людей из разных социальных групп. The Economist рассчитывает индекс Бигмака дважды в год, начиная с 1986-го. За основу берется цена Бигмака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной. Если ниже, то наоборот. Низкая оценка рубля по отношению к ведущим мировым валютам является благоприятным фактором для российских производителей, в первую очередь. Поскольку заниженная стоимость рубля дает возможность легче конкурировать с иностранными производителями аналогичных товаров, как на внешних рынках, так и на внутренних. Год назад, в январе 2021-го, рубль тоже стал самой недооцененной валютой в мире. В июльском рейтинге российская валюта поднялась в списке на предпоследнее место, оставив на последней позиции ливанский фунт. Роберт Хасанов, Универньюс.